Внезапная смерть питомца – страшный сон любого хозяина. Алене Штахун столкнуться с таким кошмаром пришлось буквально несколько дней назад. Ее восточноевропейская овчарка по кличке Хан стала жертвой отравления докхантеров. О личной трагедии Алена рассказала в эфире Восьмого канала. Когда я приехала домой в седьмом часу, я поняла, что меня никто не встречает. Я зашла и обомлела. У меня лежит уже коченевшее тело моей собаки. Вспышки отравления бездомных животных уже случались во Владивостоке в 2013, 2014 и 2017 годах. Но, как всегда, вместе с беспризорными кошками и собаками страдают и домашние любимцы, случайно наткнувшиеся на траву во время прогулки. В организме пострадавших животных ветеринары находят целый коктейль сильнодействующих веществ, вызывающих кровотечение и паралич. Какими препаратами, тут сложно сказать. Если раньше мы говорили, что да, это тот самый препарат для лечения туберкулеза, то сейчас и были там препараты группы кумариновых, то сейчас это вот такая вот комбинация. Я просто не раз была свидетелем того, что говорили, что мы вот пойдем туда-то, туда-то, не буду говорить туда, куда, в магазин там, и купим там вот эти препараты, которыми травят другие животные, да, тех же крыс. И сделаем то же самое. Найти и задержать живодеров на данный момент не удается, да и сами хозяева погибших питомцев не стремятся обращаться в полицию. Однако городские зооактивисты в случившемся отравлении подозревают определенного человека. Мужчина уже не раз попадался на глаза бдительных хозяев собак и даже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас это все замалчивается, прячется. Народ действительно привыкает ко всему. И вот я хотела сказать, что два уголовных дела прошли 14-15 года. Отравление собак было, как раз был привлечен к ответственности Кислицын, где я была основной свидетелью его опознавшая. И на вот этом всем видеозаписи досталось. Значит, были возбуждены уголовные дела, но он попал под амнистию в честь 70-летия Победы. Предугадать, в каком районе будут разбросаны опасные вещества, не получится. Поэтому ветеринары и зооактивисты призывают хозяев внимательно следить за питомцами на прогулке и не спускать их с поводка. Даже небольшая доза препарата, попавшая в организм животного, может привести к тяжелым последствиям. Алина Черненко, Марина Зубко, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.